Подготовка к новому отопительному сезону – одна из важнейших тем обсуждения. Как отметил представитель управления ТЭК-региона, на сегодня жилищный фонд подготовлен полностью и заготовлено топливо. На модернизацию и ремонт теплосетей в регионе потратят более 335 миллионов рублей. Практически готовы. Так можно охарактеризовать состояние всего комплекса инженерной инфраструктуры, с помощью которой жителям региона пустят тепло в квартиры. Котельные готовы обеспечить тепло на 87%, теплосети на 78%. Центральные теплопункты пока отстают 61%. Зато водопроводные электрические сети, а также трансформаторные подстанции в лидерах. Они подготовились к зиме на 90 и более процентов. Особенно детального внимания при подготовке к ОЗП мы обращаем внимание на город Тамбов. В связи с большим взносом котельного оборудования тепловых сетей. Хотелось бы отметить, что в рамках подготовки к зиме по состоянию на начало недели по квадрам процент выполнения составляет 73,2%. Тамбов теплосервис 92%. Уборка урожая – еще одна насущная тема, которую сегодня обсуждали в областной думе. Как отметил в докладе заместитель начальника управления сельского хозяйства региона, в целом осенняя страда показывает хорошие результаты сразу по нескольким направлениям. Например, урожаи картофеля и овощей в этом году больше, чем ожидали. 306,508 центнеров с гектара соответственно. Удачным год оказался и для технических культур. В текущем году урожайность подсолнечника складывается на уровне 22 центнеров с гектара. В принципе, это выше средний годовый показатель, что, в принципе, по существующим погодным условиям достаточно хорошо. Чуть меньше урожайность по кукурузе на зерно. И немного также отличается урожайность в текущий период урожайность саппанной свеклой. Кроме того, депутаты обсудили целый ряд законопроектов. Так теперь губернатор не имеет права держать средства в иностранных банках. По новому положению прокурора области теперь назначает президент страны и согласует его с сенаторами, а не с депутатами областной думы. Изменения коснутся и бюджетного процесса. По новому бюджетному кодексу кредиты, которые мы выдаем муниципальным бюджетам, срок этих кредитов увеличивается максимально с трех до пяти лет. Это очень важно. Определяется теперь и неналоговое дополнительное поступление в бюджет. Это инициативные так называемые платежи. Под ними подразумеваются те добровольные взносы, которые вносят физические лица в местный бюджет. Первое заседание думцев после летних каникул получилось довольно емким. Депутаты обсудили 23 вопроса, приняли целый ряд законопроектов и готовы активно включаться в законотворческий процесс в новом рабочем году. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев, Александр Кобзарев, Александр Кобзарев. Продолжение следует...